Первая трагедия произошла на Мокше в Теньгушевском районе, недалеко от села Баева. 40-летний отец с двумя сыновьями отправился на речку. Там, на мелководье, семья играла в мяч, который в какой-то момент пришлось догонять по воде. Отец и 14-летний подросток не заметили обрыва на дне и почти мгновенно начали тонуть. Плавать практически не умели. Все происходило на глазах 6-летнего мальчика. Именно он рассказал сельчанам о том, что случилось. На поиски выехала аварийно-спасательная служба Мордовии. Там Мокше, там определенная, конечно, сложность есть. Но, тем не менее, мы когда подъехали, там рыбаки, такое предположение, как бы мой водолаз сделал, то, что кидали спиннинг и подцепили, как бы сказать, у нас есть такое выражение, подорвали от отца, мужчину, 40 лет. И его уже первые-то нашли именно жители местные. Он плыл уже практически сверху воды. Тело 14-летнего подростка водолаза искали около трех часов, а теперь в Баеве работают следователи. По данному факту, Темняковским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по республике Мордовия проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Еще двое мужчин утонули на прудах в Рузаевском районе. Их многое объединяет. Возраст 44. Оба купались нетрезвыми. В Сузгаре тело извлекли спасатели. На пруду в селе Надежденко поиски начались еще прошлой ночью, но условия для работы водолазов непригодные. Очень сложный пруд, так скажем, полностью зарос зарослями травой. Водолазы туда пробиться не могут. Вчера пытались в 9 часов вечера. Но бесполезно просто. Реально водолаз не то что погрузится. Дна не может коснуться. И там сейчас на лодках рузаевские спасатели, тоже наши спасатели, вот рузаевская группа, вот, как раз работают. 12 взрослых, 6 детей утонули в Мордовии за купальный сезон. В абсолютном большинстве взрослые были пьяны. Дети, за редким исключением, находились на речках и прудах без присмотра. Четверых 14-летних подростков дежурные спасатели успевали достать из воды, пока не стало поздно. Один получил серьезную травму позвоночника, но остался в живых. Впереди, говорят спасатели, еще будут жаркие дни. И призывают быть на воде осторожными, внимательными и трезвыми. Светлана Лашина, Игорь Гангаев. Наши новости.